Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами обсуждаем план работы виноградники на август месяц. Некоторых тем мы уже касались, чуть-чуть их сегодня повторим, но и, конечно, добавится что-то еще. Итак, первое, это, конечно же, защита нашего виноградника от грибковых заболеваний. В августе у нас часто приходят холодные ночи, выпадают обильные росы, и вот эти самые грибковые болезни начинают активизироваться. В принципе, они могут активизироваться и с конца июля. Если у вас еще виноградник здоровый, значит, вам очень повезло, но это не значит, что надо расслабляться. Надо все-таки продолжать работать над профилактикой от этих самых заболеваний. То есть мы смотрим, провели ли мы все обработки, если провели все, мы молодцы, но если по какой-то причине вы еще не провели третью профилактическую обработку, то сейчас самое время это сделать. И здесь я сделаю маленькое отступление. Конечно, вот это все касается моего региона, потому что под прошлым видео были комментарии, что вот у нас уже там активно все созревает, ягод размягчается. Друзья мои, в названии канала четко прописано виноград в Минске, и я не могу рассказывать про виноград в Волгограде, потому что я не знаю, как он созревает там. Я нахожусь вот на своей широте, в центральной части Белоруссии, и, конечно, рассказываю все, исходя из того, как виноградник развивается у нас в данном конкретном сезоне. Так вот у нас, по крайней мере на моем участке, ягода только начинает краситься, и то у некоторых сортов. Начинает краситься ягода узелки, начинает краситься ягода ландонуар. Все остальное еще до созревания очень далеко, поэтому работать с препаратами со сроком до сбора урожая 25-30 дней я вполне могу себе позволить. Если, например, у вас уже ягода более спелая, она начинает размягчаться, и вы видите признаки заболеваний, то, конечно, тоже не надо это пускать на самотек, потому что болезни ослабляют растения, это влияет и на урожай, это влияет и в дальнейшем на то, как кустик будет зимовать, поэтому надо тоже с этим работать, единственное, мы уже выбираем другой арсенал. То есть если я сейчас могу себе позволить системный препарат, да, кстати, тоже оговорка, когда спрашивают, какие системные препараты, еще раз повторяю, те, которые есть у вас в продаже, идете в магазин и спрашиваете, какие препараты есть от милью и от аидиума, и смотрите сроки до сбора урожая, потому что в разных регионах вот этот спектр препаратов, которые есть в свободной продаже, он разный. Так, возвращаемся, значит, к обработкам, если у нас все-таки уже, ну, близко-близко урожай, и с системными препаратами мы работать не можем, значит, мы можем работать чем-то другим. Против аидиума очень хорошо работают ПФК Лерос, либо Гидросера, у этих препаратов срок ожидания до сбора урожая 2-3 дня, поэтому ими можно вот смело работать и даже пройтись несколько раз в виноградник, вот если есть такая необходимость. Что касается защиты от мильдии, можно работать препаратами меди, хотя у него достаточно длительные сроки, но это препарат контактный, он попадает на лист, он внутрь растений не проникает, значит, мы по гроздям не работаем, а по листьям, особенно если бывает так, так что мильдии ухватается на самых верхушках молодой прирост. Вот там мы смело можем себе позволить поработать с препаратами меди, даже несмотря на то, что сроки у них длинные. Кроме того, по мильдии очень хорошо и эффективно работает термофильный чай. Что это такое, видео, ссылку на видео я вам оставлю под этим роликом. Буквально за 2 часа все прижигается, то есть этим надо работать и за заболеваниями надо следить. При определенных погодах мильдия может развиваться стремительно на глазах и, как называют, куст горит. Поэтому будьте внимательными при обнаружении первых признаков заболевания, обязательно что-то надо сделать. Ну, конечно, проще всего проводить профилактику, чем в дальнейшем лечении. Еще стоит ли работать чем-то другим? Значит, смотрите, бывает на виноград еще нападает серая гниль. Ну, например, мы в открытом грунте такой проблемы не знаем, но в некоторых регионах это имеет место быть. Значит, тоже есть смысл поработать с препаратами против гнилей. Это свеч и это хорус. Работают ими до смыкания грозди. То есть, в принципе, вот опять же, если мы возвращаемся к нашему региону, к Белоруссии, то еще у нас вот грозди кое-где не совсем сомкнулись. И как раз таки этими препаратами тоже можно поработать. Все дозировки, все сроки всегда на упаковках указаны. А следующее мы, конечно же, начинаем, продолжаем работать над вызреванием виноградной лозы. Это у нас колейные подкормки. Они могут быть под корень. Дозировка, по-моему, порядка 20-40 грамм на 10 литров и примерно на квадратный метр. Ну, мы примерно под куст выливаем эту дозировку. Но корневые подкормки мы проводим когда? Когда у нас влажная почва и растение легко это впитывать. Если у нас сухая, стоит жаркая погода, мы можем совместить такую корневую подкормку с поливом. Если, например, у нас идут заливные дожди и тяжелые почвы, то, конечно, вносить таким образом калий будет нерационально, потому что и так все мокрое растение, и так тяжело. А мы еще добавляем воды. То есть не совсем хорошо, тогда мы переходим на листовые подкормки. Что касается листовых подкормок, начинаем 40 грамм на 10 литров. И потом проходимся раз в 7-10 дней. Можно идти тоже дозировкой. Есть вторая схема, когда мы прибавляем по 10 грамм каждую следующую обработку. Кроме сульфата калия, можно работать с монофосфатом калия. Тоже достаточно эффективно. Ну, разница в цене. Монофосфат дороже, сульфат калия дешевле. Что у вас, опять же, есть возможность купить, тем вы и работаете. А более подробно по возреванию виноградной лозы есть отдельный ролик. Тоже ссылку я вам оставлю. И еще очень важно, особенно в этом сезоне, когда у нас сильная задержка вегетации, это следить за нормировкой кустов. Тоже об этом говорили, но на всякий случай я еще раз напоминаю. Кто-то предыдущий ролик, к примеру, не смотрел. Так вот, если у нас куст перегружен, значит проблемы с возреванием виноградной лозы будут. Потом еще раз посмотрите, как у вас растут побеги. Если у вас побеги маленькие, коротенькие, да, там нет совершенно опасников, а при этом висят грозди, там две, может быть даже три, либо даже может висеть одна, но она достаточно крупная. Вы видите, что побеги небольшие. Значит, может быть даже в этом сезоне есть смысл поступиться урожаем, но для того, чтобы сохранить куст. По нормировке урожаем тоже отдельный ролик. Сегодня мы с вами разговариваем поверхностно по тому, что надо сделать. А каждый уже вид работ. Кто не знает, как это делать, повторюсь, все отдельно есть, все можно посмотреть и рекомендую это сделать. Дальше, что еще? Ну, все-таки август у нас, может, конечно, не созреет полностью урожай, но тем не менее мы приближаемся к этому моменту. И в это время мы начинаем работать за гроздями. У нас есть два варианта, точнее не варианта, да, а два вида работ с гроздями. Первое – это осветление гроздей, когда мы убираем лишние листья. Вот как раз-таки в этом месяце мы будем это делать. Но первое – мы должны понимать, для чего мы это делаем. А делаем мы это не потому, что так делает сосед, а для того, чтобы грозди лучше проветривались, да, и там не поражали грибковые заболевания, в частности гниль. А второе – так они лучше освещаются и лучше созревают. Но очень важно делать это в правильный момент, тогда, когда ягоды начинают окрашиваться. Если мы сделаем это раньше, то мы рискуем тем, что ягоды могут подгореть на солнце. Да, такое бывает. Поэтому вот когда уже ягода нормально стала окрашиваться, она стала размягчаться, можно часть листьев убрать. Но мы тоже должны к этому подходить рационально. Листь – это корм, да, это заводик, который производит те сахара, которые попадают в ягодку. Поэтому убирать все подряд абсолютно не нужно. Уберите только те листья, которые реально этой гроздочки мешают, которые закрывают, вот мешают проветриванию, мешают освещению. Все, больше ничего не надо. То есть все очень дозировано. Если у вас, например, у меня просто виноградник, он достаточно густой, да, здесь видно такие зеленые стены вокруг меня. Если у вас вообще редкая посадка, редкое расположение побегов, то, может быть, вам вообще и не надо проводить эту операцию. То есть если там ничего никому не мешает, то и удалять ничего не надо. И второй вид работ с гроздью. Это ее прореживание, убирание лишних ягод в грозди. Когда и в каких случаях это нужно. Если мы хотим получить красивые гроздья, у нас что-то плохо опылилось, мелкие ягодки мы можем убрать. И второй вариант. Если у нас сорта с очень плотной гроздью и тонкой кожицей, подвержены растрескиванию, то тоже есть смысл сейчас гроздочку проредить. И потом, например, в случае дождей, это может уменьшить треск. Может быть, даже вообще его не быть. Ну и в таком случае, как бы, у нас не будет проблем, да, с треском ягод и в дальнейшем с их загниванием. Следующее, это полив. Вот полив я уже рассказывала, что такая операция, такая работа на винограднике, которую мы делаем далеко не всегда. В принципе, для того, чтобы у нас возревали лозы уже, в это время мы поливать ничего не должны. Но мы смотрим на наши условия выращивания. Так вот, конкретно в Беларуси, что у нас происходит? Вот сейчас, правда, были дождики, поэтому ягодки набирают влагу, все хорошо. Но потом может стоять некоторое время сухая, жаркая погода. И да, вроде бы все хорошо, и поливать, как бы, да, уже и не надо, но в дальнейшем за этой жаркой, сухой погодой приходят дожди. Они приходят в середину, и, наконец, августа, начало сентября, и как раз-таки в тот момент у нас начинают ягоды трещать. Вот чтобы этого не происходило, нам надо по возможности постараться создать такие условия, ну, скажем так, равномерного увлажнения. Сейчас еще ягода у нас много где активно наливаются, но дожди шли, поэтому сейчас поливать не надо, а, допустим, через недельку, если будет стоять сухая погода, особенно у меня, например, здесь пески, которые очень быстро просыхают, то мне надо будет виноградник поливать, и тоже поливать осторожно, ну, так примерно по ведру, по два на кустик, лучше чаще и меньше дозировкой. Ну, вот, приблизительно так. Вы же смотрите по своим условиям, опять же, если жаркая, сухая погода, даже если ягода уже налилась, даже если она вот уже скоро-скоро созреет, то можно понемножку дозированно поливать, потому что, ну, если мы видим, что до того, когда мы этот урожай снимем, еще остается достаточно много времени, и в то время может пойти дождь, то мы готовим, скажем так, ягоду постепенно, ее понемножку поливаем, ну, в таком случае вот этого треска можно, ну, даже избежать полностью, даже на тех сортах, которые подвержены сильному растрескиванию. Ну, конечно, мы продолжаем делать зеленые операции, мы работаем с пасынками, если они у нас нарастают, напомню, убираем их за вторым листочком, мы проводим чеканку, что такое чеканка, прищипывание точек роста у виноградных лоз, когда они доросли до верхней проволоки. Есть мнение, что чеканка способствует вызреванию виноградной лозы, однако, на самом деле, все это очень противоречиво, и таких вот, ну, чтобы действительно мы убедились, что это работает, данных нету. Но когда у нас виноград дорастает до верхней проволоки, дальше ему расти уже некуда, мы свисающий прирост не используем по определенным причинам. Значит, все доросло до верхней проволоки, мы точки роста убрали, но обязательно оставляем там два верхних пасынка, чтобы сама по себе, вообще для побега, для лозы точка роста была, и у нас не раскрывались основные почки. Ну, подвязка тоже, если она необходима, тоже все это мы делаем. Мы будем надеяться, что все-таки в конце августа мы уже какой-то первый урожай таки сможем попробовать, и что август порадует нас хорошей, приятной погодой, которая понравится нашему винограднику. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!